Не всё же в руках человека, да? Я как бы всё сделала, а вот закончить вот эту вот картину, у меня нету таланта. Я больше чем уверена, что после вашей программы я внешне изменюсь, я найду человека, с которым я потом по жизни пойду вместе. Людмила, несмотря на все несчастья, которые произошли в твоей жизни, ты всё же счастливый человек, потому что ты попала к нам на проект. Ты рада? Лучше. Но прежде чем я познакомлю тебя с нашей командой, командой суперпрофессионалов, нам нужно провести опрос общественного мнения. Не страшно? Есть чуть-чуть, потому что кому хочется правду себе знать всё, но ведь надо. Надо. Тогда предлагаю начать прямо сейчас. Я согласна. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? На мой взгляд, лет 45. Я считаю, что этой женщине около 50 лет. 150. 48? Я думаю, что этой женщине лет 50. Что выдает её возраст? Вот как у меня носогубные складки, цвет кожи нехороший, мешки под глазами. Переживаешь? Страшно. Давай посмотрим страху в глаза. Этой женщине около 57-58 лет. Лет 60. Около 47 лет. На мой взгляд, лет 50. Примерно на 56 лет. Её возраст выдает стиль одежды, прическа и неухоженность. Как будто она уже прошла через многое в своей жизни. В первых её одежда, что она не совсем ухоженная. Грустные глаза. У счастливой женщины глаза горят. Её лицо показывает, что у меня столько проблем. Как мне с ними со всеми справиться, я не знаю. Кажется, что её жизнь очень трагична в целом. Видно, что у человека ну не всё легко. Мне кажется, она провинциалка. Я поняла это по одежде. Мне не нравится, как она выглядит. Большую часть. Я согласна. А вот то, что назвали тебя провинциалкой, тебе это не заделал? Нет, абсолютно. Знаете, и помимо Москвы тоже люди живут. Ты переехал из Орла в Москву. Какие успехи здесь? Ну, я работаю продавцом, консультантом в косметике. Сколько ты зарабатываешь? Прости, за нескромный вопрос. Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, потому как... 25-30 тысяч рублей зарабатывает продавец-консультант. Я права? Ну, да, это так. Где ты живёшь сейчас в Москве? Я снимаю жильё. Сколько сейчас в Москве снять? От 15 и выше. Я не сильно в математике, но от 25 отнять 15 я могу. Остаётся 10. Мила, 10 тысяч рублей на целый месяц для Москвы. Это вообще возможно на эти деньги выжить? Ну, ведь все поживают. И ты ещё улыбаешься. Ты потрясающий человек. Я ещё умудряюсь помогать детям. Как? Меня все задают этот вопрос. Я не знаю. Ты хочешь поменять работу? Я бы хотела расти по карьерной лестнице. Помимо этого, я хочу заняться фотографией. Хочу пойти обучаться. В Москве много кружков. А с какого ты поняла, что тебе это нравится? А мне всегда нравилось фотографировать. И всем девочкам в принципе нравится, как я их фотографирую. Да, у меня довольно-таки интересные такие забавные фотографии получаются. Чем мы можем тебе помочь? Мне кажется, что я ещё больше раскроюсь. Мне кажется, как будто я... Вот знаете, как вот лежит книга, её просто не прочли. И никто не знает, какая она интересная. Вот я так думаю о себе. Когда мне позвонил костерный директор и сказал о том, что меня приглашают на проект, по-моему, первое, что я сделала, это просто её оглушила. Ура! Не может такого быть! Я обещала, я орала. Людмила Варнавская уверена, что всем экспертам будет очень приятно познакомиться с тобой и помочь тебе, потому что ты невероятно благодарный человек. Я так рада, что я сюда попала в родственнице. И у меня... Я сейчас разговаривать не умею. Такое ощущение, что я разучилась. Спасибо всем большое. Пойдём. Опрос общественного мнения показал, что в среднем Людмила Варнавская выглядит на 52 года. А на какой возраст нашу новую героиню оценят команды экспертов? Сейчас узнаем. Друзья, ознакомьтесь с нашей новой героиней. Зовут её Мила, Людмила. Пластический хирург Сергей Блохин. Как вам кажется, сколько лет Миле? Где-то 56-55 лет. Олег Конников, стоматолог наш любимый, скажи, пожалуйста, сколько лет по-твоему Миле? Я не соглашусь с Сергеем Николаевичем. Я думаю, что вам около 56 лет. Эксперт по стилю, Катя Гершуни, что ты думаешь? Не знаю, очень, очень какая-то позитивная героиня у нас. 52-53. Бьюти-стилист Евгений Жук, что ты скажешь? Я думаю, 57. Раскрой тайну, сколько тебе лет? Мне 47 лет. Катя, ты сказала, что наша героиня позитивная. Я с тобой абсолютно согласна. Но знала бы ты, через что Миле пришлось пройти? Что случилось, Мила? Расскажите. Ну, как, знаете, как это? Жизнь имеет две полосы. Одну белую, другую черную. Черная полоса началась с папы. У меня умер папа. Потом оттонула сестра с двумя племянниками сразу в один день. Потом через какое-то время у меня умерла мама, умер свекор. Ну, так, короче, человек 9 за 2 года. И завершил все мой муж. Слушайте, это просто какой-то рок. Знаете, когда говорят, что время лечит, это неправда. Начинаешь шучиться с тем, что на душе. Я уехала, потому что я понимала, что я очень любила место, где мы жили. Но после смерти Сережи я его просто возненавитила. Мил, расскажи про свою работу. У тебя не такая простая жизнь. Я работаю продавцом, консультантом. Сколько вы зарабатываете, Мил? Ну, от 25 до 30 тысяч. Так. Мила снимает комнату. Вычитаем минус 15 тысяч. Да. Остается 10 тысяч рублей, на целый месяц. Вот на них нужно как-то прожить. У нее талант. Талант. Талант, согласна. Ну, так сейчас. Многие шутки. Вы видите, какой улыбкой это говорит человек? Уникальный человек. Она уникальная, талантливая, не знаю, лучезарная и очень позитивная. Я вас обожаю уже. Сергей Николаевич, выходите, расскажите, что вы будете делать, потому что, как вы понимаете, без вашей помощи Мила никогда не сможет позволить себе такие вещи. Расслакируется. Ну, можно, придется делать, шейка, ну, все это мы сделаем. Что бы вы еще хотели от меня получить, чтобы, ну, более-менее быть удовлетворенной? Я недовольна своей грудью. Мне кажется, что она висит. И хотелось бы... Вам кажется, или она висит? Она висит. Она висит. И вы думаете, если мы ее поднимем, то вы будете более счастливы. Конечно. Если только в этом счастье, да ради бога. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Олег, ну, как ты понял, в общем-то, улыбка – это все, что есть у Милы. Я понял, что улыбка для вас очень важна, но я вижу, что у вас просто нечем улыбаться. Это, конечно, такая большая проблема. Покажите нам, мне, пожалуйста. Но что я вижу? Я вижу, что у вас отсутствуют жевательные зубы. В результате этого у вас вся нагрузка на передний отдел. Передние зубы очень сильно стерлись. Кроме того, что они стерлись, они еще коричневого цвета. Ну, работа нам предстоит достаточно большая. Спасибо. Да. Тогда до встречи в клинике. Спасибо. Катя, как тебе образ, платье? Милы. Мил. А это ваше обычное видение себя? Вот для леопарди. Нет, это повседневная моя одежда. Какая смелая. А какие у вас есть ожидания от нашей с вами совместной работы? Я не знаю, я чудо, что ли, жду. Чудо ждете? Просто вы до такой степени талантливы все. Я же видела передачу. Попасть в руки таких профессионалов, просто это мечта любой женщины. Я, знаете, еще не решила, что я буду с вами делать. Мне кажется, вам очень много что подойдет, поскольку Сергей Николаевич поправит ситуацию. И будет просто все прекрасно. Да. пора. Женя, подходи к нам и расскажи, что ты будешь делать, что ты думаешь о прическе нашей героини. Да, я сразу хотел бы обратить внимание на детали. Ваш цвет волос, он вам не подходит, потому что он для вас слишком светлый. На фоне вот этого цвета волос ваша кожа лица выглядит еще темнее, что добавляет возраст. Ну, что касается стрижки, вот смотрите, челка, такая популярная вещь прикрыть морщины челкой, соглашусь. В некоторых случаях она действительно нужна и подходит. Но всем челки не идут, к сожалению. Эти все детали, возможно, я говорить не буду при нашей встрече, а буду их учитывать. А уже какой вы будете в финале, для вас это будет сюрприз. Так что готовьтесь ко всему. Страшно. Я благодарю вас за то, что вы меня выбрали. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы семечки любите? Ага. Руками, моя дорогая, руками. Стою ты с такой игольщики. Игольщики. Один комплект стоит 100 тысяч рублей, а другой 10. Несмотря на то, что со слов 47-летней Людмилы Варнавской чудеса с ней происходят регулярно, к своей мечте стать известным московским фотографом она решила идти путем практики. Женщина обзавелась недорогим фотоаппаратом и решила первую фото-выставку сделать из снимков экспертов программы на 10 лет моложе. Первым в объектив к новоиспеченному фотографу попадает профессор Блохин. Что такое? Что ты делаешь? Я хотела вас впечатлить. Папарацци, что ли? Ты что, папарацци? Мне очень нравится фотографировать. Фотографировать. Она сказала нам, что она хочет стать фотографом. Вы знаете, чтобы кем-то стать, действительно стать, это много лет. Усердного труда. Ну, может, любительным она и стать. Профессионалом уже в 47 лет я сомневаюсь. Ну, давай начнем с людей. Правда жуть. Нагнись на меня. Нагнись на меня. О-о-о-о-о. Да. Не стоят, но зато как висят. Стань. По мастеру. Значит, мы тебе их поставим. Ну, такой объем, вот такой вес поставить невозможно. Поэтому я сделаю их немножко меньше. Но это будет, надеюсь, без имплантантов? Нет, я же тебе сказал, мы ее будем уменьшать. Не грудь будет, а гурчик. И 47 лет. Женщина выглядит не очень хорошо, так скажем. Много старше своих лет. Для этого она к нам и пришла. Страшно. А что бояться? Я всего боюсь. Я от страха все и делаю. Палатка очень плохо перед операцией. Ну да, знаю. Спасибо. В операционную встретимся. Если на разметке Людмила еще улыбалась, то, оказавшись в палате, дала волю чувствам. Действительно, идти на операцию страшно. Мы планируем ей сделать фейслифт, верхнюю глиферопластику и редакционную пластику молочных желез. Редакционная пластика это такая не очень простая операция, но довольно объемная, травматичная. Лицо тоже довольно непростая операция. Все это мы сделаем, ладну операцию. Стараемся быстренько, чтобы она быстро-быстро восстановилась. Так, держи. Шить. Мы сейчас закончили оперировать Людмилу. Состояние очень неплохое. Она сейчас вышла из наркоза. Все отлично. У вас даже нет практически синяков. показываться на люди, я думаю, она сможет уже через 5-6 дней. И особо следов не будет после операции. Прогнозы профессора Блохина о том, что выйти в люди Людмила сможет меньше, чем через неделю, не сбылись. За несколько дней грудь и лицо женщины покрылись синяками. Грудь-то видишь, как стоит теперь? Вижу. Как висела, как стоит, да? Надо снимать отек с груди. Занимайтесь лицом, чтобы убрать синяки все. Я думаю, что через недельку вы уже будете огурчиком. А вы уже огурчик почти зеленый такой, в край. Сегодня мы смотрели перевязочную Людмилу. Процесс идет немножко хуже, чем я предполагал. Все-таки возраст есть возраст. Хрупкие сосуды появились синяки. Косметологи делают магнитотерапию на область груди, чтобы убрать оттек. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы поправим ситуацию и, в принципе, следов от операции уже не будет. Через несколько дней после масштабной пластической операции нашу героиню уже ожидают стоматологические работы. Первый этап установка имплантов. У Милы отсутствует зуба. У нее отсутствуют и наверху, и внизу, и справа, слева. Мы собираемся поставить импланты, в этом не поможет наш хирург Максим Антосик. Не пугайте меня. Боимся громких звуков. Как я? Непончик. Все, уже не больно. Миле, мы делаем подсадку костной ткани, поднимаем многоомировой пазухи, заполняем это все костным материалом. Это сложная операция, но мы достаточно часто это делаем, у нас большой опыт работы. мы умеем это делать быстро и правильно. Процесс заживления после установки имплантатов занимает около двух недель, поэтому коллегу Конникову Мила приходит уже без бинтов и синяков, но с фотоаппаратом. Спасибо большое. Вы все фотографируете? Да, мне очень нравится. Фотографировать вас? Кастелфи, да, называется правильно. А здесь можно так делать? Ну, я пробовала, дайте его рубим, на память останется. Перед тем, как перейти к эстетическим работам, Людмиле делают чистку и отбеливание. Процедуры крайне необходимы для нашей героини. Людмиле в 11-м почистили зубы, вот у нее реально был мок на зубах. Теперь все готово к установке реставрации. В эстетической части доктору Конникову помогает зубной техник Алексей Богданов. Алексей Викторович, наш замечательный зубной техник, это Мила, наш начинающий фотограф. Здравствуйте. Будете фотографировать реставрацию? Обязательно. Мне кажется, что у телефона качество лучше, чем у этого фотоаппарата. Ну, а с другой стороны, если она любит это занятие, то почему бы нет, но ты не знает, может, она через какое-то время купит себе другую камеру и начнет продавать свои фотографии об интернете. Ладно, хорошо. Алексей Викторович, мы сняли диагностические модели, мы сняли показания лицевой дуги. Что вы нам расскажете? Из-за отсутствия жевательных зубов нагрузка вся перешла на фронтальный, и два центральных зуба очень сильно стерлся. Да. Вы семечки любите? Ага. Ну, тем более, еще и семечки. Но я стараюсь сейчас уже последние два года их... Руками, моя дорогая, руками. Я их вообще стараюсь не кушать. У меня на зубах прямо такие вот следы, как бы рельеф семечек, которые она за годы тренировок превратила вот в то, что имела. С будущими реставрациями так поступать нельзя. И так Людмиле установили импланты в области отсутствующих жевательных зубов, нагрузили их временными коронками. Женщине провели процедуру отбеливания, и два передних зуба, которые были испорчены из-за любви Милы к семечкам, реставрировали при помощи виниров. Сейчас мне хочется, чтобы вы оценили нашу работу. Страшно? Не бойся, все самое страшное уже позади. Ой, как здорово! Ой, спасибо! Можно обнимашки? Как хочется поезжать, поорать. Можно? Можно? Снимать фанальный человек, поэтому еще бы я прыгал с добрыстым. Но прыгать только не на кресле. А-а-а! А-а-а! Спасибо, 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 спасибо! Людмила Варнавская продолжает свое преображение. На очереди визит к косметологу Надежде Вещепановой. Ой, это что такое? Это мое хулиганство. Это чьи-то воды хулиганство? Можно с вами селфи сделать? Селфи? Ну давайте, селфи я еще не с кем не делала. Спасибо. Замечательно! Я так понимаю, что она ограничена в денежных средствах, поэтому я сомневаюсь, что при таком бюджете, в котором она живет, она может себе позволить адекватные процедуры в косметологии, потому что при таком доходе это нереально. Все наши процедуры довольно дорогостоящие. Немножко пощипет. Ай-ай-ай-ай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я исправила ее носогубки, приподняла и дно. И вдох. Нет, только давай договоримся так. Мы не шевелим головой, иначе я не туда ухалю. Давай, вдох. Молодец, да все. Все? Ну. А когда ойкать-то? Ну, можно, давайте. Ой, больно. Ой, больно, больно. Ой, больно, больно. Вернула молодые щеки. Где будем сегодня делать щеки? Ой, ой, ой. Так, все, расслабились. Стою тут с такой иглой в щеки. О, в щеки. Скомпенсировала недостаток объема подбородка. Все, больше не буду колоть, честное слово. Только ботокс теперь. Скомпенсировала еще синяки ее под глазами, это природные. Ой, давайте ойкать. Ой! То, что мы сделали в рамках проекта, для нее это абсолютно бесплатно, поэтому можно было себе позволить такой колоссальный объем процедуры. Сегодня наша героиня, 47-летняя Людмила Варнавская, направляется на примерку новых комплектов к эксперту по стилю Кате Гершуни. Как обычно, Мила не забыла взять с собой свой фотоаппарат. А-а-а! 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 Вот это, конечно, поворот. Просто я люблю фотографировать. Папарацци. А ты всегда с собой что-то носишь, да? Я всегда с собой беру. В принципе, я фотографировала всех. Всех, с кем я имею дело. Мы дошли уже до студии Катия, где были самые яркие эмоции. После каждой встречи у меня очень яркие эмоции. Я почему-то лечу всегда, как на крыльях. И у меня такие интересные вещи проходят. Знакомство даже. Проходят знакомства? Да, познакомилась с греческим артистом. В данный момент пока мы на созвонах общаемся с смс-ками, потому что нам сложно общаться. А где вы общаетесь, я попрощу? Вот интересно. На греческом. Где познакомились? В метро. В метро? В метро. В московском метро грехи, в общем, не так часто встречаются. А вот нашей героине повезло. Она и так чувствует тебя превосходно. Спина, улыбка. Новая форма. Новое лицо. Но она вот-вот уже преобразится. А тут еще и мужчина. Так вот попался. Красота. Мил, смотри. Я, на самом деле, очень сильно впечатлена историей твоей жизни, а точнее, тем, как тебе фантастическим образом удается быть позитивной в условиях, в которых ты существуешь. Я знаю размер твоей зарплаты. Я точно знаю, что на это трудно что-то себе позволить. Перед тобой несколько вариантов одежды. И каждый из этих вариантов подобран на разную сумму. Я бы хотела, чтобы ты попробовала догадаться, какой комплект стоит очень дорого, а какой стоит совсем недорого. Конкретнее я скажу, что один комплект стоит 100 тысяч рублей, а другой 10. Вы меня пугаете. Я не привыкла к таким анализам. Смотрим. Мерим? Да. Давай. Как первый образ, это роскошные брюки-дудочки очень модного в этом сезоне оттенка шарк-скин или акулья кожа. Такой строгий, роскошный свитшот из чистой шерсти, замшевые лодочки, красивое колье. Обалденно. Просто круто. Вообще здорово. Прямо нравится мне? Мне не нравится. И я летаю. Да? Да. Ну что, мне кажется, мы как-то почувствовали себя в этом образе. Пора переходить ко второму комплекту. Да. Все такое хулиганское. Мне очень интересно. Вообще обалденно. А ты смотри, чего стоим-то? Да не то снова, побежали. Второй комплект состоит из моих любимых классных джинсов-бойфрендов, таких немножечко ковбойских ботинок, простой белой футболки и жакета, напоминающего косуху. Должно создать такой образ динамичный, молодой, озорной и очень-очень модный. Столичный штучек. Клево вообще! Я в шоке, потому что я никогда не думала, что вот все, что вы подобрали... Во-первых, неожиданно, это так красиво. Блин! Катя! СМЕХ 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 Я думала, я одна так уверен, эмоциональный ряберт. Нет! Катя, я могу сказать, что ты подобрала комплект по своему подобию. Очень похоже, одеты сейчас. Вы теперь сестры были в яшке. Ну что, поделись, Мила, своими соображениями относительно цены этих комплектов. Значит, я считаю, я думаю так, что этот комплект стоит тысяч десять. Так. А тот дороже. Совершенно права. Этот комплект стоит десять тысяч рублей, а тот стоит сто. Так что браво! Да, браво твоей какой-то внутренней интуиции. Она отгадала. И я расстроилась страшно, потому что мне хотелось, чтобы она ошиблась, потому что я знаю, что можно перепутать. Правда. Я хочу сказать тебе, что наш следственный эксперимент только что доказал, что совсем не от денег зависит то, как ты выглядишь. Можно и за десять тысяч рублей выглядеть круто, но если быть уж совсем честной, то этот образ мне нравится даже больше. Спасибо. Можно еще раз? Еще раз обнимать. Да. Какой-то. Очень красиво. Стул, столб, девять. Нет, там довольно-таки... Я, идти, кровать. На самом деле в этих фотографиях что-то есть. Такое низкое любительство. Ну, слушайте. Да не слушайте, а так оно и есть. В креслах бьюти-стилисту проекта Евгению Жуку Мила отправляется в роскошном наряде всего за 10 тысяч рублей. А вот сможет ли Евгений Жук угадать точную стоимость образа и какие сюрпризы приготовил для Милы? Сейчас узнаем. Я должен как-то встать? Можно. А почему вы это делаете? Потому что мне нравится фотографировать. Если ты помнишь, мечта Милы стать фотографом. Она фотографирует всех экспертов. Давай, сфоткай нас с Женей. Пришла Мила со Светой и неожиданно для меня начала меня фотографировать. Ну, что я могу сказать? Это не впервой. Нескромно звучит. Согласен. Жень, скажи, пожалуйста, тебе нравится, как выглядит Мила? Да, мне нравится. Очень дерзко. А как ты думаешь, сколько стоит весь ее комплект? Мне кажется, где-то в целом тысяч 20. Жень, не знаю, обрадую я тебя или огорчу, но ты ошибся ровно в два раза. В 10 тысяч. Ну, достойно для 10 тысяч? Весьма. Какая Катя Гершуни все-таки молодец. Она в очередной раз доказывает то, что можно выглядеть достойно, гармонично и при этом не тратить много денег. Я оставляю вас и очень жду финала. Ну что ж, здорово, до встречи. До встречи. Мила, прошу. Очень страшно. О-о-о! Вам понравилось? Очень. Вы знаете, я всегда это делаю с первого раза. Ну, раз вы фотографируете, давайте тогда я оставлю тоже. Отлично. Потом пришлюте. То, что Мила захотела заниматься профессиональной фотографией, я это, конечно, одобряю, потому что я вообще люблю людей, которые занимаются творчеством. И что-то мне подсказывает, что Мила как раз-таки такой человек. Ну, вы знаете, я вот сомневаюсь, что можно на такую модель от аппарата научиться хорошо фотографировать. Согласна. Нужен более дорогой, профессиональный аппарат, который будет давать нужный кадр. Женя, а с чего вы взяли, что я не могу купить фотоаппарат? Я найду способ это сделать. Украдете? Почему? А вдруг я найду спонсора? Это не единственный спонсор. А вдруг я найду спонсора, который мне подарит? Спонсора? А, кстати, что-то мне подсказывает, что у вас кто-то появился. Ну, я познакомилась с мужчиной из Греции. Он артист. Из Греции? Да. Где вы познакомились? В метро. Электричка уже отходила. И я стояла, раздумывала, потому что уже объявили, что дверь закрывается. Думаю, это попаду я туда или нет. И я увидела, что меня просто придерживают дверь. Ну, и я туда. А вы его тоже сфотографировали? Нет. А потом, когда при пересадке мы опять попали в один вагон, и пантомимый человек попросил у меня номер телефона. Опа-на! Да. А как это он показал? Давайте, покажите мне. На телефон. написать. Вот так вот, да? Да. Ну, что-то такое. Сейчас вы общаетесь? Да, мы общаемся. По переводчику. Ох, я представляю, как весело проходит у вас общение. Вот. Ну, как бы... Стул, стол, девять. Нет, там довольно-таки... Я идти, кровать. Я закончил с окрашиванием, и сейчас буду смывать краску. Для этого я воспользуюсь знаменитым шампунем, бальзамом и тающей маской «Лошадиная сила». Невероятный эффект биоламинации. Волосы будут расти и выглядеть гуще и роскошно, что придаст вам еще больше молодости. С Катей мы работаем в тандеме. И в этот раз мы хотели показать для нашей героини Милы, как она могла бы выглядеть в образе профессионального, успешного фотографа. Катя приготовила очень интересный костюм, а я изменил цвет волос, я сделал его более натуральным, сделал благородный, сдержанный макияж. Я прям предчувствую, что она будет в шоке, она будет обескуражена. Но все же я уверен, что ей понравится. Людмила Варнавская, 47 лет, продавец-консультант в магазине косметики. Несколько лет назад Людмила пережила вереницу трагических событий, но благодаря позитивному взгляду на мир она смогла найти в себе силы двигаться дальше. Во время своего участия в реалити она фотографировала экспертов проекта, надеясь осуществить мечту всей своей жизни, стать модным московским фотографом. Над женщиной поработали лучшие хирурги, врачи-стоматологи, косметологи, ее преобразили в фэшн и бьюти-стилисты. А вот сможет ли Мила удивить их своими фотоработами прямо сейчас. На самом деле в этих фотографиях что-то есть. В них есть какая-то простота, и в этой простоте есть некоторое ощущение эмоций. Я бы сказал, что их объединяет одно. Такое низкое любительство. Ну, слушайте. Да не слушайте, а так оно и есть. Ну, пока что да, но потом-то она может развить свои умения. К 120 годам. Сергей Николаевич, ну, надо с чего-то начинать. Ну, я хочу сказать, что она зарекнулась о том, что она собирается купить себе этот аппарат за 100 тысяч рублей. Чтобы купить этот аппарат, ей придется не есть месяца 4. Тем ценнее будет это приобретение. Ну, и похудеет за 1. Опять же. Одна польза, посмотрите, от хобби. Сергей Николаевич, сейчас, глядя на Милу, сколько лет вы бы дали ей? 45. 45. Катя? 43. А Олег? Друзья, 38. Молодец. Все меньше и меньше, Женя. Я скажу 40. А я-то соглашусь, Женя, с тобой. Мила, вставай перед зеркалом. Субтитры создавал DimaTorzok спасибо. Спасибо. А у меня даже нет слов я. Давайте сказать спасибо вроде как мало. Получается банально. Мила, почему ты плачешь? Потому что я не знаю того человека, который на меня смотрит в зеркало. Тебе не понравилось? Тебе не понравилось, Мила? Нет, мне понравилось, но я как-то сама себя пугаю. Но, Мила, я хочу, чтобы началась реально другая жизнь. И для другой жизни нужна новая Мила. Скажи, ура, я молодая, красивая и новая. Ура! Ты здесь нам устроила фантастическую выставку начинающего, начинающего, но фотохудожника. И выглядишь ты как реальный крутой фотограф. Поэтому я бы хотела, чтобы этот новый образ привел тебя именно туда, куда ты мечтаешь. Спасибо. Сергей Николаевич, ну, вы согласитесь, что Миле нужно менять работу. Посоветуйте, как бы вот ей сделать это побыстрее. Сейчас у вас есть определенные внешние данные для этого. И при определенных усилиях вы можете что-то и получить. Спасибо. Я не могу вам это гарантировать, но вам надо пытаться. Спасибо. Вам, на мой взгляд, нужно посвятить себя творчеству. И мне многие знакомые когда-то, когда начинали работать фотографом, сейчас они уже состоявшиеся фотографы, начинали работать в фотостудиях, в сфере администрации или вообще помощниками, ассистентами. А я понимаю, что для вашего возраста, ну, будем объективны, возможно, это немножко поздновато, но вы можете работать на выставках, потому что вы любите фотографии, вы, возможно, разбираетесь, но если любите, вы быстро начнете разбираться в ней. И вам это интересно. Понимаете? Да. Попробуйте. Спасибо. В любом случае, ты положила уже такое начало своему новому пути, это участие в нашем проекте, что, ну, дальше будет тебе сопутствовать только удача. Я в этом просто уверена и не сомневаюсь ни на одну секундочку. А можно... Иди в магазин. Не пойду в магазин. Давай, давай. А самое главное это забыла. А можно с вами совсем не сфотографироваться? Будем. Конечно. Да, нужно. Ну, конечно, можно. Светочка, иди к нам, дорогая. А давайте кого-нибудь из операторов попросим, например... Алексей, поможете нам? Будьте добры, пожалуйста. Да, конечно. Ура! Мы сделали финальную фотографию, а теперь пойдем узнаем, что тебе скажут совершенно незнакомые люди. Ты готова представиться в новом образе на суд общественности? Да. Ну, не страшно? Нет. Ну, тогда пойдем. Спасибо! Спасибо. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Я бы дал не больше сорока. Сорок два, сорок три. Я думаю, лет сорок. Тридцать пять, сорок. Тридцать пять. Я думаю, этой девушке сорок лет. Выглядит на тридцать пять лет. По результатам общественного мнения, после тотального преображения, сорока семилетняя Людмила Варнавская выглядит на тридцать восемь лет. Хотите, чтобы с вами поработала команда суперпрофессионалов? Тогда заполняйте анкету на сайте Первого канала. На сегодня у нас все. Скоро мы покажем еще одну историю невероятного преображения. Не пропустите. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok